Читальный зал Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова полон гостей. Чтобы поддержать уникальный колорит своего региона, многие участники приехали в национальных костюмах. В феврале этого года ребята прошли заочный отборочный этап Всероссийской студенческой олимпиады по этнографии. Тогда один из старейших педагогических вузов по Волжье получил больше 600 заявок на участие. В финал прошли 60 лучших студентов из 10 регионов страны, 20 из которых учатся в ОГПУ. Именно они и представили Ульяновскую область. Первый этап был очень сложный. Это была онлайн, конечно, олимпиада. Но собраться, поучаствовать, времени было очень мало на самой олимпиаде. Нам давали всего лишь буквально 30 минут, а вопросом было море. Но все справились, те, кто прошел. Я очень рад, что я оказался здесь. В отборочном этапе участники отвечали на вопросы в формате теста. В финальном же этого мало. Нужно написать развернутый ответ. На это у студентов есть два часа. Среди основных тем можно выделить историю этнографии, культуру и религию народов мира. Так ребята смогут прикоснуться к традициям и обычаям не только своего, но и других регионов. Каждый человек, независимо от того, где он живет, должен знать историю своих народов, народов соседних регионов. Поэтому для меня очень важно и интересно изучать. Конечно же, интересно больше изучать свой удмуртский народ. Для меня это история, которую я сама создаю в своих работах, в своих исследовательских проектах. И, конечно, я считаю, что каждый студент обязан это знать. Олимпиада рассчитана на два дня. Помимо написания самих заданий, участники смогут познакомиться с историей Ульяновской области. Для студентов подготовили культурную программу посещения музеев и тематических выставок города. Действительно, это мероприятие чрезвычайно важное, потому что олимпиадное движение замечательно тем, что позволяет привлечь к такой замечательной науке, как этнография, большое количество участников, студентов со всей страны. Независимо от того, где они проживают, какими аспектами этнографии интересуются. Азад Идиатулов стал первооткрывателем в этом направлении. Именно он разработал и предложил концепцию Олимпиады. Идею одобрило русское географическое общество. Как итог, студенты получили отличную возможность проверить свои знания в области этнографии. До сих пор в России не было такого важного события, которое привлекало бы нас к нашему вниманию, к нашему необходимости, к соревновательному какому-то элементу, может быть, просто к возможности сравнить свои познания, которых никогда не бывает много, в такой важной именно для нашей страны сфере, как знания о народах, знания о религиях, о культуре. Имена победителей огласили на второй день. Графов Александр, студент УЛГПУ, стал призером Олимпиады. Диплом первой степени получил Максим Казимиров из Чувашской республики. А Полина Исаева из Амурской области признана дипломантом второй степени. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.